Российские генералы сдержали слово и сегодня дали подробный отчет о масштабных внеплановых учениях. В роли слушателей выступили военные атташе, которым конференция Бенобороны была крайне интересна. Ну еще бы, крупнейшие маневры на Севере, без предварительной подготовки, такого еще не было. И заинтересованных лиц, хоть отбавляя от Канады и Норвегии до Германии и Штатов, Виталий Втулкин выяснил, смогла ли армия защитить родное Заполярье. Когда еще такое было, чтобы по тревоге в течение недели поднимали почти 80 тысяч бойцов, 10 тысяч бронированных машин, 65 боевых кораблей. Сверху, да хотя бы и сбоку посмотришь, красиво и для вероятного противника определенно страшно. Все-таки видно, какая мощь идет в контратаку. Почти одновременно в обозначенной военно-морскими командирами квадраты выдвигались полтора десятка подводных лодок. В случае нападений ситуации бывают разные. Враг он не дремлет, может напасть откуда угодно, а из-под воды нанести удар для него милое дело. На всякое действие, как известно, есть противодействие, которое российские моряки подготовили. Корабельная поисково-ударная группировка во главе с большим противолодочным кораблем адмирал Левченко во время учений смогла обнаружить и заставить подняться на поверхность в акватории Баренцева моря вражескую атомную подводную лодку повышенного класса защиты. Наземно подводной группировке поддержку обеспечивала авиация. Опять же, масштаб выдвижения летного состава за полярный круг, несопоставимый с прежними учениями такого рода. 200 самолетов и вертолетов без устали кружили в районе Баренцева моря, выполняя задачи командования. Легенда, у военных так называется причина приведения в полную боеготовность, на этот раз была максимально, если не сказать, запредельно сложной. Условный враг как никогда хитер и опасен. У него на вооружении десант, подлодки, авиация и далеко идущие планы захвата российской территории. Министр обороны, доводя до личного состава ту самую легенду, так и скажет, нас атакуют по всем фронтам, а мы, разумеется, в обороне отсиживаться не собираемся. Вывести силы войска флота, учебные районы, полигоны, где провести с ними контрольные занятия, стрельбы из штатного вооружения и тактические учения в соответствии с предназначением. В ту же минуту по частям и гарнизонам разлетелись конверты с грифом «Совершенно секретно» лично в руки. Командиры подразделений получили задачу простую – найти и уничтожить, пусть условного, но врага, чем сразу и занялись. В помощь уже задействованным частям по команде пришло усиление. Особым образом сформированные полки и подразделения спецназначения ВДВ прибыли на место выполнения поставленных задач. Невыполнимых для десантников, как известно, нет. Вот они и заняли защитные часы, позиции на Кольском полуострове, архипелагах «Новая земля» и земле Франции Иосифа. Насчет такой активности российских войск армии иностранных государств очень уж обеспокоились. Даже свои самолеты разведчики направили. Зачем это все, спросят наши генералы и пригласят заграничных иностранных военных представителей в Национальный центр управления обороной. Мол, смотрите, хотите, записывайте. Чем гости и воспользовались. Этот визит является очень важным шагом на пути к достижению транспарентности или, проще говоря, прозрачности наших отношений. Понятно, что показали им ровно столько, сколько было можно. И вообще, это, так сказать, добрая воля Министерства обороны. По международным правилам, никто никого не обязан извещать о начале учений на собственной территории. Вот и специальные заявления, с этим связанные. В отношении внезапных проверок у нас нет никаких обязательств о том, что мы их должны информировать. Однако, мы сказали, что мы их информировали, информируем и будем информировать дальше. Как еще отметит Генштаб, подводя итоги, все прошло согласно плану отражения внезапной вражеской атаки на российский север. 127 тонн выпущенных по условному противнику ракет, 177 тонн боеприпасов и других средств поражения хватило, чтобы он убрался, откуда пришел. Эта проверка боеготовности прошла по общей оценке на «хорошо». И последней она точно не будет, когда следующий и кого поднимут по тревоге, одному верховному главнокомандующему известно. Виталий Втулкин, Анна Ливадния, Татьяна Бугачук, Ирина Уймена, Татьяна Кузьменко, Пятый канал.